Здравствуйте дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Приблизительно месяц назад я вам показывала наш новый участок. И сегодня покажу и расскажу, что мы сделали на нем за это время, как мы приводили его в порядок. Выпиливаем все лишнее, подрезаем старые деревья. Со временем мы их конечно уберем, но пока еще есть время. Место позволяет. Посмотрим сезон может быть чуть больше, что они из себя представляют. Плодовым деревьям сделали частичную обрезку, а где не успели обрезать, убираем ветки, низко расположенные, чтобы не цепляться за ним головой. Сортируем все, что мы спилили. Более-менее нормальный материал пойдет на дрова. Ветки, которые сортировать неудобно, на это уйдет очень много времени, просто палим на костре. Деревянный хлам, который валялся по участке, то, что добыли из сарая. Тут еще вот возле погребка старые какие-то доски или штакетти. Все это идет на костер, а зола потом пойдет в огород. Но, конечно, здесь мы сжигаем только чистое дерево. Так мы очистили пространство перед домом, теперь здесь гораздо свободнее. Часть спаханной земли мы будем использовать. Я уже пересадила туда немножко клубники. Дальше взяли у знакомых мотокультиватор и готовим грядки под огурчики-помидорчики. Часть грядок я уже высадила, выстелила от орошки картоном. И очень хотелось бы грядки замульчировать опилками, но, к сожалению, есть большая проблема. Это соседские куры. Я боюсь, что если я сейчас все застелю, то куры мне там наведут порядки. Дальше мы готовим место под школку для винограда. Но по школке будет отдельное видео, более подробное. Возле дома вырезали кусты ежевики. Там еще есть виноград. Лозы эту зиму не перенесли. Может быть, пойдет что-то от корня, тоже пойдет под обрезку. Вырезаем бурьяны сухостой. Здесь встречаются кустики малины. Пару штук оставим посмотреть, что это за малина. И дальше решим, нужна она нам или нет. Ну и, конечно, весь этот сухостой тоже отправляем на костер. Часть сухостой, бурьяна, насколько я смогла. Я выграбила руками и сложила в такие кучки. Потом оно пойдет или на мульчу, или в ямы под виноград. Но остальное уже сейчас у нас есть коса, поэтому скосим косой. А тем временем трава подрастает и требует козьбы. Конечно, для такого большого участка идеальным вариантом стала бы самоходная косилка. Но в нашем случае пока что она неприемлема по нескольким параметрам. В том числе и потому, что пока участок неровный, много кротовин, много различного мусора встречается в траве, в бурьяне. Поэтому самый подходящий вариант на данном этапе это мото-коса. Как я уже вам говорила, часть сухостоя вот этого бурьяна я выломала. Но демон справляется с этой задачей гораздо легче и гораздо быстрее. Прошло пару дней после козьбы, травка подсохла. И теперь там, где ее побольше, можно сгребть и использовать как мульчу. Как оказалось, сена после покоса не так много. Где его было чуть больше, я сгребла в кучке. Вот одна. И там немножко положила вдоль грядки, чтобы меньше мне трава на грядку попадала. Вот она кучка. А там, где была крапива, на самом деле там почти ничего нет. Попыталась пограбить. Мало чего смогла выграбить. Но решила, ладно, пусть лежит там, где лежит. Конечно, сразу с травой побороться трудно. Вот два дня назад мы косили одуванчики. Вот, ровненько через два дня. Такие большие, красивые, пушистые. Но ничего, все со временем. В полисаднике несколько кустов пионов. К сожалению, все очень забито снытью. Здесь просто одна сплошная сныть. Но ничего, сныть не любит, когда ее косят. Крапива не любит, когда ее косят. Вообще весь этот бурьян, на самом деле, не любит, когда его косят. Поэтому будем бороться именно таким образом. Пока что муж мне эти пионы оставил. Потом я их пересажу. Но сейчас просто катастрофически не хватает времени. Поэтому, где смогла, тоже вот немножечко скошенной травой подгребла. И вокруг кустиков положила, чтобы чуть-чуть меньше всего росло именно вокруг кустов. Ну, конечно, чтобы быстрее все привести это в красивый вид, будем не только косить траву, но и ее подсевать. В идеале для этого белый клевер. Но белый клевер достаточно дорогой. Поэтому подсевать будем понемножку. Потом он будет расползаться. То есть просто на это уйдет больше времени. Но белый клевер совершенно не боится, когда его косят. Очень хорошо себя чувствует. Делает красивый, аккуратненький газон. Понятно, что у нас здесь и не совсем ровно. Но, тем не менее, как-то все-таки надо более-менее приводить это в порядок. А не оставлять территорию сныти, крапивей и лопухам. Часть бурьяна здесь покошена. На часть пока еще не хватило сил. На самом деле закончилась леска в косе. Но вот эту территорию я сейчас хочу засеять люпином. Он растет довольно высокий. Растет хорошо. Немножечко будет приглушать бурьян. Потому что все сразу объять невозможно. Здесь у нас и лопухи. Здесь у нас и крапива. Ну, конечно, кладезь всяких народных средств для волос. Можно прямо на месте и крапивку сушить. Можно корни лопуха копать. Но немножко надо приводить все в порядок. Поэтому я здесь посыплю люпин. Насколько это будет эффективно, я пока не знаю. Но посмотрим, попробуем, по крайней мере. Конечно, хочется не просто навести порядок, но и создать красоту. Посадить какие-то цветы. В старое тракторное колесо я посадила гладиолусы. Несмотря на то, что, честно говоря, я не люблю клумбы в колесах. Но на данном участке, тоже на данном этапе, самый простой вариант – это создание цветников именно в таких колесах. Тем более, что они уже есть. Я убрала то, что росло там, то, что мне не нравилось. Посадила гладиолусы, засыпала опилками. К счастью, пока что куры до сюда не добрались. Будем надеяться, что так и останется дальше. Вот этот угол у нас был совсем такой страшный, заросший. Теперь он выглядит уже более-менее прилично. И даже немножко расчистили здесь. Хотя это уже не наша территория. Вот там нарциссы, которые я вам показывала. Они уже отцвели. Тут была целая куча всякого тоже мусора. Палок, веток. Это все спалили. Конечно, еще остался вот там хлам. Повторюсь, хоть территория не наша, но со временем мы и это разберем. Потому что иметь свалку даже рядом со своим участком не очень комфортно. Часть нарциссов, которые были у меня перед домом, в том месте, где неудобно, я пересадила в парк. Мне не жалко. Я хочу, чтобы здесь тоже было красиво. Ведь чем аккуратнее и красивее вокруг, тем меньше хочется мусорить там. Во всяком случае, я надеюсь, что будет именно так. Конечно, привести такой участок в порядок за короткое время практически невозможно. Но, по крайней мере, он уже имеет более презентабельный, более аккуратный вид. Но я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И до новых встреч!